Добрый день, уважаемые участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экологии. Сейчас мы разберем задание для седьмого класса. Задание первое. Здесь нужно было ответить на вопрос. Максимум за задание можно получить 2 балла. За неправильный ответ, само собой, участник получает 0 баллов. За правильный, но не полный ответ, без пояснения, участник получает 1 балл. И за правильный, полный ответ, со всем пояснением, участник получает максимум 2 балла за задание. Задание первое. Вопрос первое. Задание первое. К какому типу пищевой цепи необходимо отнести последовательность? Листовой опад, дождевой червь, пурозубка, гадюка. Ответ обоснуйте. Эта пищевая цепь называется детритной, поскольку начинается она не с фотосинтезирующих живых растений, зеленых, а с листового опада, то есть с уже мертвой листвы, которая называется детрит. Если начинается пищевая цепь с нее, она называется детритная. Второе задание. Второй вопрос. В чем заключается преимущество замкнутого цикла производства? В этом цикле ресурсы, которые содержатся в отходах, повторно используются для получения новой продукции. При этом, во-первых, достигается экономический эффект, меньше нужно сырья, и во-вторых, конечно же, уменьшается или даже полностью исключается загрязнение окружающей среды. Третий вопрос. Верно ли утверждение, растения относятся к хемоавтотрофам, так как используют для синтеза органических веществ химическую энергию? Это утверждение неверно. Растения относятся не к хемоавтотрофам, а к фотоавтотрофам, так как из неорганических веществ синтезируют всю нужную для жизни органику за счет процесса, который называется фотосинтез, используя энергию солнечного света, ну или не солнечного, если речь про искусственное освещение, например. Четвертый вопрос. В чем заключается роль водорослей океана для снижения парникового эффекта? Считается традиционно, что основной причиной парникового эффекта является увеличение в атмосфере парниковых газов. Одним из которых является углекислый газ, а водоросли, поскольку являются фотосинтезирующими организмами, они используют углекислый газ для получения органики, для синтеза органики из него, соответственно фиксируют его и уменьшают количество этого газа в атмосфере, тем самым снижая предполагаемый парниковый эффект. Пятый вопрос. В чем заключается опасность загрязнения грунтовых вод при захоронении отходов? При захоронении отходов происходит их омывание, в том числе и водами осадков. Эти осадки, промывая все эти захороненные отходы, они попадают в итоге в грунтовые воды и пополняют их остатками разлагающихся органических веществ. И что самое опасное, туда могут попасть и ионы тяжелых металлов. Это уже представляет серьезную угрозу для здоровья и даже жизни людей, поскольку они обладают кумулятивным эффектом и из организма практически не выводятся, если попали в него хотя бы однократно. 6. Верно ли утверждение, организмы, обитающие в толще иловых отложений на дне, наиболее нуждаются в высокой концентрации кислорода в воде? Нет, это утверждение неверно, поскольку организмы, которые обитают постоянно в иловых отложениях, они уже изначально приспособлены к низкой его концентрации. То есть зачем жить там, где нет кислорода, если вы в ней нуждаетесь? Поэтому они изначально приспособлены к низкой концентрации кислорода и естественно не нуждаются в таких высоких концентрациях, как организмы, которые живут в толще воды, ближе к поверхности. То есть там в этих иловых отложениях постоянно происходит разложение органики, окисление органических веществ, и естественно кислород там не задерживается. Седьмой вопрос. Можно ли отнести к некрофагам организмы, питающиеся растением? Здесь некоторые могли бы подумать, не зная точного определения, что некрофагос, значит что-то кушает нечто мертвое. Ну а если мертвые растения, то наверное некрофагами тоже можно такие организмы назвать? На самом деле нет, поскольку строгое определение некрофагии это питание мертвыми животными. Хотя и по звучанию этого может быть не очевидно. Но организмы, питающиеся растениями, неважно живыми или мертвыми, к некрофагам отнести нельзя. Это организмы, питающиеся мертвыми животными. Восьмой вопрос. Верно ли утверждение, протокооперация это совместное, взаимовыгодное, обязательное существование организмов? Нет. Протокооперация это хоть и совместное и взаимовыгодное существование организмов, но не обязательное. Слово обязательное здесь лишнее, поэтому утверждение неверное. Переходим ко второму заданию. В данном блоке за задание можно получить максимально 4 балла. За неправильный ответ, само собой, участник не получает баллы. За правильный ответ получает 1 балл. За правильный неполный ответ, то есть с небольшим пояснением, участник получает 2 балла. И за правильный полный ответ, с полным пояснением, которое, как правило, включает 2 пункта, участник получает максимально 4 балла за каждый вопрос. Девятый вопрос. Нумерация сквозная. Длинохвостые синицы обследуют в основном концы ветвей. Синицы-гайки, их толстые основания. А большие синицы ищут корм и на кустах, и на деревьях, и на пнях, и на снегу. Интенсивность какого типа взаимоотношений организмов снижается в данном случае? На чем основан механизм действия этого явления в данном конкретном случае? Думаю, здесь очевидно, что если птицы приблизительно питаются одним и тем же кормом, то они должны конкурировать между собой. И если они будут этот корм искать в разных местах, то эта конкуренция будет снижаться. То есть, в данном случае снижается интенсивность такого типа взаимоотношений этих организмов, как конкуренция. А механизм действия этого явления основан на том, что они выбирают разные места поиска корма. Вот так замыкается сам на себе ответ на этот вопрос. Десятый вопрос. Что произойдет, если под влиянием деятельности человека видовое разнообразие в окружающей природе снизится за счет исчезновения одного или нескольких видов? С чем это последующее явление будет связано? Ну, тут все достаточно просто. Если исчезает какой-то один вид, то, естественно, за счет снижения конкуренции другие виды, которые занимают схожие экологические ниши, ее займут и мгновенно увеличат свою численность. Мгновенно увеличат свою численность. Из-за того, что в этой освободившейся нише будут отсутствовать их естественные враги и конкуренты. Хотя потом, конечно, конкуренция появится. Но это будет потом. А вопрос, что произойдет сразу же, после того, как исчезнет один или несколько видов. Одиннадцатый вопрос. Всегда ли высокая плодовитость приводит к высокой численности видов? Обоснуйте ответ. Нет, высокая плодовитость не всегда приводит к высокой численности видов, поскольку, как правило, те организмы, которые обладают высокой плодовитостью, они же очень интенсивно, у них очень интенсивная гибель, высокая гибель особей в естественных условиях. И эта высокая плодовитость покрывает высокую гибель в каждом поколении. Далее, двенадцатый вопрос. Какие сообщества будут страдать от вспышек развития насекомых-вредителей? Будут больше страдать от вспышек развития насекомых-вредителей? Природные многовидовые ассоциации растений или популяции монокультур в агроцинозах? Конечно же, более устойчивая экосистема та, в которой наблюдается разнообразие видов. И из-за вспышек развития насекомых-вредителей больше будут страдать монокультуры в агроцинозах. Во-первых, поскольку там наблюдается очень высокая плотность популяции, и просто элементарно пространственное распространение вредителей будет гораздо легче. Во-вторых, конкуренция этих самых-вредителей между собой будет гораздо ниже. Тринадцатый вопрос. Могут ли водные беспозвоночные животные влиять на качество природных вод? На чем это основано? Конечно же, могут влиять на качество природных вод водные беспозвоночные. Поскольку они очень активно участвуют в процессах самоочищения водоема. Это и фильтрация, как многие моллюски делают, так и поедание детрита. Участие в огромном количестве пищевых цепей, это и хищные беспозвоночные, и детритафаги, и растительноядные беспозвоночные. То есть, они составляют значительную часть пищевых цепочек водоемов. Соответственно, естественно, влияют на качество природных вод. Четырнадцатый вопрос. Верно ли утверждение, гиграфилы это растение, обитающее в воде? Привите два аргумента в зависимости от выбранного вами варианта ответа. Нет. Это утверждение ошибочно. Во-первых, потому что к гиграфилам, как понятию, относят не только растения, но и животных. А во-вторых, вообще в целом гиграфилы, это наземные растения, которые приспособлены к обитанию в условиях высокой влажности. А вот те растения, которые обитают непосредственно в самой воде, называются гиграфиты, а не гиграфилы. Поэтому оно неверно.